Мифы о любви. Он меня бросил, теперь всё, нет смысла. Всё, моя жизнь потеряла смысл. Вернись, потому что я покончу жизнь самоубийством. А мне уже 30+, пора встретить мне любовь, жениться. Если бы он хотел быть со мной, он бы боролся за наши отношения. Сражался бы за нашу любовь. Я тебя бью ремнём, потому что люблю. Я тебя не пускаю с подружками, потому что я тебя люблю. Так что же такое любовь? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И я помогаю женщинам, чтобы мужчины их радовали, а не гневали. И прежде чем мы перейдём к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. И, возможно, перешли его подружкам. Начнём по порядку. Итак, первое это то, чем любовь точно не является. Любовь не является рихтовкой или попыткой кого-то менять, или попыткой или действиями, чтобы этого человека изменить его, улучшить, усовершенствовать, сделать другим, взрастить его, сделать с ним апгрейд. Любовь это не рихтовка. И, к сожалению, этим страдают очень многие девушки и женщины, выбирая мужчину. То есть они, конечно же, это не про вас, я думаю, что вы таких знаете. То есть она выбирает какого-то мужчину, с которым ей, например, удобно. Она думает, ну, я его там дорихтую, я его там доизменю, я его, ну да, что-то меня в нём не устраивает. Но ничего страшного, я это, он же меня любит, он же меня любит. Я же его люблю, и поэтому во имя любви я его буду менять. И, конечно же, многие женщины в итоге разочаровываются и понимают, что невозможно изменить человека, особенно невозможно изменить ценности. Да, конечно, бывают такие случаи, когда человек меняется, улучшается, но я бы советовал, если вы выбираете мужчину, то выбирать мужчину, который заранее вас радует, ну, то есть заранее вас удовлетворяет. И вы понимаете, что даже если этот человек не изменится, вы будете вместе счастливы. Если вы отвечаете себе, что если он не изменится, и я вряд ли буду с ним счастлива, тогда, скорее всего, вы очень сильно рискуете, вступая с таким в отношениях. Поэтому любовь это не про рихтовку, не про прокачивание кого-то, не про то, когда твоя энергия, время сфокусировано на другом человеке, чтобы его в чем-то улучшить. Зачастую улучшить ради своих же каких-то собственных желаний и благ. Следующий пункт. Любовь это не про то, что, знаете, как происходит. Люди сходятся, давайте представим свадьбу, и такой, знаете, в негласные появляются два списка. Первый список. Так, ты мой муж, я твоя жена, и теперь поэтому ты мне должен вот это, как мой муж, и теперь тебе нельзя вот это. В чем проблема? Что, ладно, пускай даже эти списки есть, но зачастую они даже вслух не проговариваются, они даже вслух до свадьбы, да и после, даже и во время, они никак не обсуждаются. А почему не обсуждаются? Кажется, ну это же так понятно. Не, ну если это мой муж, ну это же так понятно, что ему нельзя смотреть на других женщин. Не, ну это же так понятно. Может быть тебе и понятно, а ему непонятно. И поэтому даже если у вас есть эти, у тебя лично, как у женщины, есть эти два списка, как ты считаешь, что теперь мужу можно, а что ему теперь нельзя, когда он встал на позицию твоего там парня, мужчины или же мужа, Лучше это в мягкой форме как-то удостовериться и обсудить с мужчиной Но это тоже не про любовь Это не значит, что если мы друг друга любим, теперь это можно, а это нельзя Нет, любовь любовью, может быть это чувства у вас какие-то есть Но эти два списка, это отдельная история, которая не имеет отношения к любви Это имеет отношение к вашим договоренностям И насколько ваши ценности и видение жизни и отношений пересекаются, либо отличаются Следующее, любовь это не про создание смысла жизни Теперь мы влюблены друг в друга и теперь ты мой смысл жизни И без тебя я не смогу, я не смогу без этого человека Или он меня бросил, теперь все, нет смысла, все, моя жизнь потеряла смысл Да, или вы от кого-то ушли, знаете, этот котенок, этот нищебродик плачет Он такой, вернись, потому что я покончу жизнь самоубийством Я же тебя так любил Это не любовь, дорогие мои, это болезнь Это умными словами называется как-то там зависимость или как-то созависимость Это болезнь, понимаете? Да, вам может быть вместе хорошо, но и отдельно вам тоже должно быть неплохо Но если тебе отдельно, самой, плохо, без этого человека Прям плохо депрессия и жесть Это как создание иконы какой-то Это как создание, то есть ты, значит, в любви искала смысл жизни А если ты искала смысл жизни, значит, у тебя какой отдельной единицы этого смысла жизни не было Но это не любовь Это, может быть, и есть там какие-то теплые чувства и любовь, может быть, есть Но при этом есть зависимость А зависимость, созависимость, это что? Болезнь А когда человек болеет, что ему нужно делать? Бинго! Лечиться! Поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке И записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция» Где эти и другие темы мы разбираем максимально подробно и бесплатно Участие онлайн из любой точки мира Следующее Любовь – это не таблетка к счастью И это не волшебная кнопка, которая из несчастной жизни приведет в какую-то счастливую Ну, знаете, она там сидит Работа плохая, страна плохая, президент плохой, зарплата плохая Честно, по-честному особо не радует меня эта жизнь Ну, сейчас я встречу любовь Сейчас я влюблюсь, меня влюбятся И настанут, и жизнь обретет краски Поймите, пожалуйста, это как предыдущий пункт Поиск зависимости, понимаете? Любовь, функция любви, она другая И в конце я попробую сформулировать, что в моем понимании – любовь, да? Но это точно не любовь И поймите, пожалуйста, любовь не избавит вас от этих проблем Не пытайте, понимаете, это слишком Дорогие мои, вы слишком на любовь возлагаете большую ответственность Знаете, как есть люди на Бога, на религию возлагают слишком большую ответственность Кто-то там на начальника, кто-то на сотрудника возлагает, кто-то на партнера А есть люди, которые возлагают большую ответственность на любовь Вы поймите, любовь – это прекрасно Но это не панацея от всех проблем жизни Это просто что-то классное То, что важно для людей, да? То, что, конечно же, приносит в жизни плюсы Но она не избавит от проблем Следующий пункт Любовь – это не бесконечные какие-то эмоции до неба И обычно такие девушки приходят в Инстаграм на разборы Кстати, если вы не подписаны на мой Инстаграм прямо сейчас Сделайте это, потому что я регулярно провожу Инстаграм эфиры и разборы Они очень полезны, я рекомендую И это в другом формате Мы созваниваемся с участницами И это публичные разборы, подпишитесь Они говорят «Ясно, ты знаешь, вначале было так классно, а сейчас как-то эмоции уходят» И знаете, в их понимании, что любовь – это постоянно высокие эмоции Ежесекундно И как только эти эмоции высокие начинают спадать У женщины начинается паника У женщины начинают «Ой, что-то не так», «Ой, что-то не то» «Ой, значит, я могу потерять эту любовь или отношения» То есть у нее начинается страх Потому что в ее картине мира Любовь – это постоянные высокие эмоции Хотя это не так Да, любовь – это тепло Да, любовь – это приятно Но, скорее всего, чаще вы имеете в виду под любовью Ну, в этом пункте Это влюбленность, да, вот эту эйфорию Но любая эйфория, вот эта любовная Она может длиться, ну, максимум, несколько лет Максимум А может быть, одну ночь, может, один год А может быть, максимум, несколько лет И не путайте, пожалуйста, влюбленность, эйфорию с любовью Следующее Любовь – это не исполнение твоих каких-то прошлых проблем Любовь – это не про доказывание Знаете, вот она говорит «Мужчины все козлы» И она, конечно же, надеется встретить Вот сейчас я встречу не козла Вот мужчину, который мне докажет, что я не права То есть он придет какая-то любовь И опровергнет мои какие-то убеждения В том числе негативные Это не так Это не роль любви Это не функция любви Если ты считаешь, что все мужчины козлы Да, ты влюбишься в какого-то очаровательного мужчину Но рано или поздно Что окажется, что он такой же козел, как предыдущий Или там всем мужчинам нужен только секс Но сейчас я встречу особенного другого Который мне докажет обратное Да, и у нас там что-то там будет, что-то невероятное А откуда такие убеждения? Потому что есть какое-то негативное прошлое Негативные факты в жизни Которые создали такие убеждения Поэтому и любовь, и функция любви Не является опровержением каких-то негативных установок Следующее Любовь, это знаете, это не какое-то событие по расписанию Что, а, мне уже 30+, пора встретить мне любовь Жениться, там, выйти замуж и завести детей Это не какой-то ритуал, который Если тебе 40 и у тебя этого не было То ты, значит, какая-то неполноценная С тобой что-то не так Значит, может быть, что-то со всеми с нами что-то не так Всегда есть возможность Всегда есть над чем работать Но еще раз, любовь, это не про то, что должно обязательно быть по расписанию И, к сожалению, многие девушки под влиянием общества Под влиянием окружения Под влиянием родственников Выбирают какого-то там мужчину Влюбляются в него, создают какое-то любовное отношение Потому что пора И как бы это смешно и странно не звучало Поверьте, до сих пор это происходит И достаточно в масштабных количествах Следующий пункт Любовь, это не про то, что, знаете Если мне, как мужчине, нужно вытанцовывать невероятные танцы И с кожи вон лезть Чтобы тебя там как-то удивить И тогда ты говоришь О, Ярослав, а ты классный мужчина Ты мне нравишься И если я перестану вот эти танцы невероятные И тебе станет со мной скучно И неинтересно И как-то неэмоционально Значит, скорее всего, я не твой мужчина И, скорее всего, это вообще не любовь А ты влюблена во что? В декорации, которые я тебе показываю И в моем понимании Любовь это ближе про то, что Даже если мы лежим и молчим рядом И я перед тобой не вытанцовываю что-то Ну, вытанцовываю это метафора И нам при этом хорошо Но если мы, например, молчим друг другу И тебе от этого плохо И нужно, чтобы Ярослав разговаривал Ну, Ярослав в смысле Твой мужчина там разговаривал много А то тебе там как-то скучно, одиноко или неловко Ну, скорее всего, это что-то другое А не любовь Следующее Любовь это не Как рассказывают там всякие сказки И фильмы Это не про страдание Это не про что-то терпеть нужно Да, какое-то Вот он меня бьет Вот он плохо ко мне относится А я терплю, потому что я его люблю Ну, потому что я люблю Вот, да, мне много не устраивает в отношениях А что ты тогда с ним? Что ты это как-то не меняешь? Или что ты с ним до сих пор? Ну, я же его люблю Поэтому любовь это не про терпеть И не про страдательную любовь Там мы где-то на расстоянии Там какие-то обстоятельства Какие-то дополнительные какие-то опции Это не любовь Любовь это не равно страдание Любовь это не равно терпеть следующий пункт и конечно же любовь это не про борьбу всякие фразы за любовь нужно бороться за любовь вот если бы он хотел быть собой он бы боролся за наши отношения сражался бы за нашу любовь поймите пожалуйста за здоровье не пьют за мир не воюют и за любовь не борется это что-то другое и по моему убеждению что-то нездоровое так что же такое любовь конечно же я всегда рискую пытаясь описать такое что такое великое такой великий термин моем понимании что-то я уже озвучил это когда человеком хорошо без каких-то условностей дополнительно когда вам взаимно хорошо даже взаимно вам хорошо в молчании даже когда вы молчите или вы разговариваете в моем понимании любовь это что такое по моему мнению конечно же не прав это что-то такое спокойное и теплое это то ради чего не нужно из кожи это для чего и то ради чего не нужно из кожи вон лезть чтобы было как-то интересно и не скучно и так далее это когда спокойно и хорошо я не клоню к тому что например мужчина не должен ухаживать представьте когда вам хорошо просто так а еще при этом мужчина ухаживает это же круто правда же но если вам хорошо только потому что мужчина классно ухаживает скорее всего это ни к чему хорошему не приведет любовь это когда я желаю человеку всего наилучшего любовь это когда я заинтересован заинтересован в счастье человека. Если я понимаю, что этот человек счастлив без меня, если вот так жизнь сложилась и я ее люблю, но я понимаю, что, например, со мной она несчастлива, а вот где-то там или с кем-то она счастлива, и если я этого человека люблю, это не значит, что он моя собственность, правда же? Ну, как мы обсуждали. Любовь это не я тебя люблю, ты меня любишь, поэтому ты моя собственность. Нет, любовь это заинтересованность в счастье человека. И, соответственно, если человеку где-то хорошо без меня, ну, я же его люблю, значит, ему хорошо, пускай так будет. Следующее. В моем понимании, любовь это взаимодействие. Любовь это не просто, знаете, какое-то просто какое-то ощущение, да, просто вот есть ощущение, мы друг друга любим. На расстоянии или еще как-то. В моем понимании, любовь это взаимодействие. Это когда люди взаимодействуют. Потому что такой пример, я его часто привожу, мама, которая любит сына и бьет его ремнем за то, что он непослушный, жестоко с ним обращается. Ну, ну, как бы, и она говорит, ну, я это делаю, потому что я это делаю, потому что я тебя любила. У меня есть много вопросов к этому. Да, может быть, она любит его, но при этом во время того, когда он его лупит ремнем, она его при этом ненавидит. Я все-таки считаю, что ее ненависть побеждает ее любовь в данном, в данных ситуациях. И я все-таки склоняюсь, что это не любовь. Поэтому любовь это взаимодействие, это делание человека счастливым, это заинтересованность в его счастье, это познавание. И опять же, я могу делать счастливым, потому что мне так кажется, вот там, жри торт, потому что я хочу тебя здесь... Ешь торты! Лучше не спросить у человека, ты любишь тортик? Я тебя люблю, мне интересно, а ты любишь тортик? Если ты не любишь тортик, а я хочу тебя впихнуть, наверное, мне нужно перестать впихивать в тебя тортик. Поэтому пункт любовь это взаимодействие. Услышьте, не просто одностороннее действие, а взаимное действие. Взаимно. Следующее, любовь это также и уважение. Это уважение к границ человека. И если, например, ему нравится в какой-то день проводить время с друзьями, он имеет на это право. Потому что ты же любишь человека, ему же там хорошо, он как-то проводит время, соответственно, ты уважаешь его. И он при этом, как мы уже выяснили, не твоя собственность. Да, ты можешь сказать, Ярослав, да он же там, наверное, сексом занимается. Ну, и если ты так думаешь, скорее всего, ты уже довела, ваши отношения уже дошли до какой-то стадии с отметкой минус. Это уже другой разговор. И также наоборот, что если мужчина любит женщину, нормальный мужчина, и это нормальная любовь, если ей нравится проводить время с подружкой, неужели она не имеет права? Она имеет право проводить время с подружкой? Она имеет право развиваться? Потому что я ее люблю, я уважаю границы, я уважаю интересы. Потому что любовь может быть без уважения. Да, любовь, я говорю, я тебя люблю, поэтому сиди дома. И говорить, ну я не злой, я не тиран, просто я тебя люблю очень сильно. А, да? Ну тогда ладно. И знаете, вот это меня так поражает, что человек не делает, ну это потому что я люблю. Я тебя бью ремнем, потому что люблю. Я тебя не пускаю с подружками, потому что я тебя люблю. Не ходи в зал, не развивайся, и не дам я тебе на зал, сиди дома. Это потому что я тебя люблю. Пожалуйста, давайте мы будем более адекватными и разделять, где любовь, где уважение, где зависимость, где неуверенность в себе, где страх человека потерять. Разделять. Это называется осознанность. И в этом, кстати, может очень хорошо помочь невероятный, ошеломительный, бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на серию бесплатных вебинаров прямо сейчас. И также в комментариях поделись, как тебе наше сегодняшнее видео. Если оно было полезно, ставь лайк. Подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!